Рельсовая война Рельсовая война – это действие партизан с целью нарушения работы железнодорожного транспорта противника и вывода из строя, перевозимых по железной дороге живой силы, техники и материальных средств. Великая Отечественная война Центральный комитет Белоруссии в июне 1943 года принял постановление о разрушении железнодорожных коммуникаций противника методом рельсовой войны, в котором предложен был план уничтожения железных дорог одновременным массовым ударом с целью тем самым сделать невозможное быстрое восстановление противникам железнодорожных путей. Рельсовая война должна была сопровождаться крушением поездов, взрывами мостов и разрушениями станционных сооружений. Партизанские соединения, сражавшиеся на оккупированной территории, широко принимали элементы рельсовой войны, но наиболее значительное влияние на ход войны оказали действия партизан в следующих операциях. Операция «Рельсовая война» Это крупная операция, проведенная советскими партизанами с 3 августа по 15 сентября 1943 года на оккупированной территории Советского Союза, Ленинградской, Смоленской, Калининградской, Орловской областей, Белоруссии и части Украины для оказания помощи Советской армии в завершении разгрома немецких фашистских войск в русской битве 1943 года и развитие общего наступления по белорусско-харьковскому направлению. Только в Белоруссии железнодорожное движение было парализовано от 15 до 30 суток. Эшелоны с войсками и боевой техникой, срочно направлявшиеся в сторону Орлам, Белгорода и Харькова, застревали в пути и нередко уничтожались партизанами. Перевозки противника сократились до 40%. Окупанты понесли огромные потери в локомотивах, паровозах, вагонах, рельсах, шпалах, живой силе. Операция «Концерт» Операция советских партизан, проводившаяся с 19 сентября по конец октября 1943 года, известна как второй этап операции «Рельсовая война» и совпавшая с осенним наступлением Красной Армии. В ходе данной операции было подорвано десятки тысяч рельс, пущено под откос более тысячи эшелонов, уничтожено 72 железнодорожных моста, уничтожено 30 тысяч немецких солдат и офицеров. Операция «Багратион» Крупномасштабное советское наступление 23 июня по 29 августа 1944 года Названное в честь русского полководства Отечественной войны 1812 года Петра Багратиона Известно как третий этап рельсовой войны, в ходе которой были полностью выведены и строя наиболее важные железнодорожные пути, частично парализованные перевозки врага по всем дорогам. Операция «Концерт» И рельсовая война были организованы выдающимся советским диверсантом Ильей Григорьевичем Стариновым. Опыт, приобретенный в ходе этих операций, использовался в дальнейших действиях против немецких войск. В осуществлении операции большую роль сыграло инженерно-техническое содействие со стороны организаций, работавших в тылу, разрабатывавших различные мины и взрывные устройства, специально для диверсационной работы партизан на железной дороге. Основой такой организации было ГСКПБ-47. Множество конструкций таких устройств было создано и самими партизанами, которые потом довольно успешно их применяли. Термин «рельсовая война» позднее распространился на все прочие партизанские операции, связанные с разрушением железнодорожного пути, в том числе совершенные до августа 1943 года. Отечественные и немецкие данные о нанесенном партизанам уроне разнятся. Тем не менее, даже немецкие источники свидетельствуют о том, что он был серьезным. В 1944 и 1945 годах в Минске были выпущены нагрудные знаки, посвященные рельсовой войне. Операция «Рельсовая война» Операция «Рельсовая война» – это кодовое наименование операций советских партизан, проводившиеся с 3 августа по 15 сентября 1943 года на оккупированной территории Советского Союза. Цель операции Центральный штаб партизанского движения привлек к выполнению операций белорубюзских, ленинградских, калининских, смоленских, орловских и часть украинских партизан. Всего 167 бригад и отдельных отрядов. Центральный штаб партизанского движения ошибочно предполагал, что противник испытывает недостаток «Рельс», хотя в реальности у немцев был излишек «Рельс». 14 июля Ставкой Верховного Главного Командования был отдан приказ на проведение операции. Местные штабы партизанских движений и представительства на фронтах определили участки и объекты действий каждому партизанскому формированию. Партизаны обеспечивались взрывчаткой и минно-подрывной техникой. К ним были посланы инструкторы-подрывники. Только в июне 1943 года на партизанские базы заброшено 150 тонн толовых шашек специального профиля, 156 тысяч метров шнур, 28 тысяч метров пинкового фитиля, 595 тысяч капсулей детонаторов, а также оружие и боеприпасы. Активно велась разведка железнодорожных коммуникаций. Ход операции. За первую ночь операции было взорвано 42 тысячи рельс, действия в которых участвовало около 100 тысяч партизан. Развернулись в толовых районах группы армий «Центр» и «Север» по протяженностью по фронту около 1000 километров и в глубину 750 километров. Одновременно вели активные боевые действия украинские партизаны в толу группы армий «Юг». Немецкое командование в течение некоторого времени не могло организовать противодействие партизанам. В ходе операции было подорвано 215 тысяч рельсов. Уничтожено значительное количество эшелонов. Только белорусским партизанам удалось уничтожить 836 эшелонов и 3 бронепоеза. Взорваны мосты и стационные сооружения. Особенно значительные разрушения произведены на участках Полоцк, Младенчина, Минск, Бобруйск, Могилев, Жлобин. К осени оперативные перевозки противника сократились на 40%. Немецкое командование было вынуждено использовать для подвоза рельсов 5000 платформ и сотни локомотивов. Привлечь к охране железнодорожных составов дополнительные силы. Операция значительно затруднила перегруппировку и снабжение отступающих войск противника.